МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Я Юрий Прокопенко. А я Юрий Прокопенко, и это телевизионный проект «Знай наше». И сегодня вас снова ждут новые открытия. Мы расскажем, как можно стать туристом в родном городе. А также начнем готовиться к Пасхе. Кстати, Юрий, я слышал, ты уже начал печь пасхальные куличи. Ну, печь это громко сказано, так побывал помощником у пекаря. Главный христианский праздник – Пасха. Совсем скоро нужно навести порядок дома, купить и покрасить яйца. Ну и, конечно, не забывайте про пасхальную выпечку. Ее можно испечь самостоятельно, а можно и приобрести. Второй вариант, конечно, гораздо проще, тем более, что в магазинах пасхальной выпечки хватит всем. Ну, выпекают и здесь, на вкусном Могилевском предприятии. Дома часть нами инженер-технолог кандирского цеха Ольга Сибиркова. Здравствуйте, Ольга. Ольга, какие у вас новости? Приходим на пасхальный ассортимент потихоньку. Работы много, наверное? Очень много. Давайте тогда не будем терять время. Пойдем работать. Давайте. Пойдемте. Итак, будем испекать пасхальный кулич. Для начала замешиваем тесто. В его рецептуру входит мука, вода, дрожжи, яйца, маргарин, сахар. Кулич на то и пасхальный, что уже не постный. Как-то так. Никогда не держал изюмик урагу в таком количестве. Здесь, наверное, сколько килограмм? Килограмм шесть. Шесть килограмм, да? Скажите, а вообще в каком пропорции добавляется к тесту? Процентов 10 к массе теста. Самое главное засыпать эти компоненты в конце замеса, чтобы они сохранили свой, да. Уже можно? Можно, да. Тесто готово. Давайте забросим. Теперь для равномерного перемешивания мы еще раз закручиваем. Тесто готово, теперь формовка. Или разделка, кому как нравится. Делаем колобки. Вес каждой заготовки 560 грамм, ни больше, ни меньше. Ольга, как правильно? Главное придать форму тестовой заготовки и делать это с любовью. У вас хорошо получается. Наверное, любите свою работу. Ну вот, наш колобок, точнее, пасхальный кулич, заготовка под пасхальный кулич практически готова. И сейчас мы ее отправляем. Да, теперь можно отправить ее в форму. На расходку, да? Да. За час в камере расстойки тесто принимает необходимую пышность и на полчаса в печь. Главное не только испечь вкусный кекс, но и красиво его украсить. И дать ему товарный вид, что и делает наш кондитер. А чем украшается это что? После покрытия булки помадкой мы украшаем его шоколадом. Елена Алексеевна, сколько за день вы делаете украшение? Ну, пока мы делаем 100 булок за день. Это сколько часов? 6-7? На это уходит 6 часов. Тяжело вообще? Да. Тут ручной рисунок. Поэтому, конечно, тут очень напряжение. Ну, красиво рисуйте. Я бы так точно не смог. Смогли бы. Да. А еще пасхальные куличи оформляют различными фигурками. Вот курочка. Например, кондитеры стараются. Это настоящие мастера высшего разряда. Итак, наш пасхальный кулич готов. Но чтобы считать его по-настоящему пасхальным, остается одна деталь. Нужно осветить в храме. Но на домочая и здесь постарались. Покупатели, которые приходят в фирменный магазин космонавтов, имеют возможность купить уже освещенную булку. То есть магазин Крывай специально приходит для этого батюшка? Да. Перед Пасхой. Пасхальная выпечка предприятия Домочай – самое разнообразное. Товар ведь ходовой. Зачем тратить время и усилия стоять на кухне, если пошел в магазин и купил? А ведь Пасха без кулича никак. Наша компания Домочай выпускает широкий ассортимент пасхальных булок, которые можно приобрести в фирменных магазинах нашей компании, также в торговой сети Могилево-Могилевской области. Добрый день. Я хотел бы у вас снять номер и снять все это для программы «Знай наше». Да, конечно. Сейчас все организуем. Могилевщане совсем немного знают о гостиницах своего города. А что, если у вас много гостей или просто захотелось сменить обстановку и почувствовать себя туристом? Так что наш визит в гостинице «Туристы», я думаю, будет полезен. Довольствием вас разместим в нашем гостиничном комплексе. Обязательно накормим вкусным завтраком, обедом и ужином. И у нас вы можете не только разместиться самостоятельно, но и разместиться вместе со своим домашним питомцем. Жаль, Тузика забыл. Ну, теперь давайте пройдем в наши номера, и я с удовольствием представлю наш комплекс. Пойдемте посмотрим. Туристко-гостиничный комплекс «Турист» – серьезная организация. Трехзвездочный статус обязывает. Широкий комплекс услуг, например, предоставление в аренду конференц-залов. Здесь их три. Итак, господа, текущее положение дел в нашей корпорации меня не устраивает. Работать и еще раз работать. Махилевчане помнят этот зал как магазин «Мир мебели». А сейчас это очень уютный, комфортабельный зал на 85 посадочных мест. Или в случае, если постановки кинотеатром, до 160 мест. Здесь еще можно и кино смотреть? Здесь можно смотреть кино, потому что каждый оборудован у нас мультимедийными проекторами, и поэтому очень удобно. Ну а теперь в номера. В гостинице «Турист» они на любой вкус и на любой карман. Одноместные, двухместные, люкс, номера студио и так далее. Есть даже номера для новобрачных. Поженились и сразу в гостиницу. Мы закончили ремонт весной этого года, и теперь у нас на сегодняшний день нет ни одного не отремонтированного этажа, ни одного не отремонтированного номера. В каждом номере есть телевизор со спутниковым вещанием, бесплатный Wi-Fi, холодильник и много чего еще. Главное – уют. Все удобства, все для клиента. Даже холодильник и тот не пустой. Интересные напитки. Что выбрать такого? Возьмем минералку. А вот это наш двухместный люкс. Неплохо. В котором вы можете не только отдохнуть, но и провести деловые переговоры. Знаете, уютно здесь. Кровать такая большая. Ну попробуйте. Попробуйте. И мягкое, и главное. С специальным ортопедическим матрасом. Ребят, вы можете меня на часок оставить? Я так устал. Забронировать номер можно через интернет, по телефону или на месте у администратора. Ну и небольшой рекламный штамп. Действует гибкая система скидок. Мы, естественно, можем предоставить скидку от 5%, начиная прямо со стойки. Ну а дальше это скидки, которые предоставляются до 40%. Мы можем пойти на скидку. При гостинице работает прачечная. Есть услуга цветы в номер. В номер можно заказать и еду из ресторана. А кто хочет быть ближе к людям, добро пожаловать в сам ресторан. На завтрак шведский стол. В меню блюда из говядины, свинины, крольчатины, птицы. Ну и, конечно, макароны с яичницей. Достаточно большой выбор. И все это выглядит, и главное, пахнет вкусно. И вот у нас еще есть здесь и... И прошу обратить внимание на нашу собственную выпечку, потому что при нашем ресторане работает кондитерский цех. И разнообразная выпечка входит ежедневно в рацион. А кроме этого, вы можете обязательно еще заказать себе большой торт на память о поблевании в гостинице «Турист». А еще в гостинице «Турист» работает бюро путешествий и экскурсий. Здесь организовывают поездки как по Могилеву, так и далеко за его пределами. На очень хороших микроавтобусах. Мягкие сидения, телевизор, кондиционер, что еще надо? Словом, вывод такой. Хочешь почувствовать себя туристом, добро пожаловать в гостиницу «Турист». Поехали на экскурсию. Мы с Юрием надеемся, что вам было интересно. Смотрите телепроекты «Знай наши» и делайте для себя новые открытия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова